Добрый день! Добрый день! Важной такой альтернативой проведения шествия, к которому мы привыкли, я напомню, что в том виде, в котором сегодня народное, по сути, народное шествие, бессмертный полк существует, мы отчитываем историю этой акции с 2012 года. Именно в этом году в городе Тюмени местными жителями, при поддержке одного из средств массовой информации, вышло 400 человек, которые прошли по улицам регионального центра с портретами родственников, участников Великой Отечественной войны. В прошлом году в акциях приняло участие, давайте говорить про 2019 год, когда она последний раз пока в допандемическом формате прошла, приняло участие более 7,5 миллионов человек в 157 странах мира, в том числе, кроме России. И сегодня и в России в целом, и в Ульяновской области это является самой массовой акцией. В 2019 году, в 9 мая колоннами, как у нас есть в одной из песен слова, река бессмертного полка. Вот в этой реке бессмертного полка прошло более 100 тысяч ульяновцев, из них более 40 тысяч прошло в региональном центре. Ни одна акция никогда в истории Ульяновской области не собирала большего количества людей, ни праздничные салюты, ни дни города, ни иные мероприятия никогда не собирали такого количества участников. На мой взгляд, это происходит потому, что действительно люди от себя, потому что смысл акции – это личная семейная память. И все, кто хоть раз участвовал в этой акции, видел, что люди просто идут, выносят портреты своих родственников, и никакой атрибутики лишней нет. Над головами идущих, кроме портретов их родственников, героев, можно видеть лишь знамя победы и эмблему бессмертного полка. Кстати, в Тюмени, когда эта акция началась в современном измерении и ее проведении, многие, может быть, слышали, что таким символом, знаком, эмблемой акции был журавлик. До сих пор очень многие используют этот пронзительный логотип. Хотя сегодня, с 2015 года, с момента, когда образовалось по инициативе президента нашей страны Владимира Владимировича Путина, единое общероссийское гражданско-патриотическое движение «Бессмертный полк России», ее эмблемой стала и до сих пор является вот такая, у нас на первом слайде было показано, «Пятиконечная звезда». Это прообраз одной из боевых наград времен Великой Отечественной войны, внутри которой находится Георгий Победоносец и надпись «Бессмертный полк России». Именно с этими символами и президент страны принимает участие в акции «Бессмертный полк», и другие люди. В Москве было около двух миллионов участников в 2019 году. Во главе колонны шел, к сожалению, недавно ушедший от нас герой труда, народный артист Советского Союза Василий Семенович Лановой, своеобразное лицо, символ нашего движения. И вот в таком формате россияне полюбили нашу акцию. Мы гордимся тем, что она по-прежнему остается народной, что она избавлена от всяких политических, административных и прочих подпорок. Это просто люди выходят. И мы в нашем ульяновском региональном штабе организации «Бессмертный полк России», к которому отношусь и я, и Раиль Рамильевич, считаем своим таким святым долгом просто помочь всем ульяновцам организовать, организационно выстроить процедуру, когда мы в этот светлый праздник со слезами на глазах помогаем обеспечивать все организационные мероприятия, чтобы люди просто вышли и вспомнили своих героев. В прошлом году, в 2020 году, это был первый год пандемии, как мы говорим, конечно, проведение подобных массовых мероприятий по понятным причинам стало невозможно. И возникла, конечно, масса иных предложений, как можно в этот день вспомнить о своих родственниках героев. Мы знаем, что есть акция «Окна Победы», когда выставляются, они брондируются, да, вот окна жилых зданий и нежилых, кстати, тоже. Вот, выставляются туда портреты родственников. Портреты родственников появляются на автомобилях, на стеклах автомобилей. То есть это народное творчество, и его, на мой взгляд, нужно только приветствовать. Но одновременно с этим в прошлом году впервые была реализована онлайн-акция «Бессмертный полк». Партнерами этой акции выступили ПАО «Сбербанк», компания «Мэйл Групп» и интернет-кинотеатр «Окка». Впоследствии, там, через «Мэйл Групп», соответственно, да, помощь этой ведущей российской интернет-компании, она состояла в том, и до сих пор состоит в том, что в двух популярных социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте» открыто действует уже сегодня мини-приложение «Бессмертный полк России онлайн», где как раз им можно подать заявки на участие в таком онлайн-шествии. И целью, на самом деле, нашей сегодняшней встречи, ну, той целью, которую мы ставим перед собой, уважаемые представители СМИ, как раз является помочь ульяновцам, вот тем 100 тысячам, как минимум, ульяновцев, ответить на простые вопросы, как именно нужно действовать, чтобы твой родственник 9 мая попал в ротацию, был показан. То есть мы должны сейчас ответить на все ваши самые взыскательные вопросы с таким результатом, чтобы все наши ульяновцы получили возможность точно понимать, что нужно делать для того, чтобы 9 мая увидеть своего родственника или своих родственников вот в этой реке «Бессмертного полка онлайн». Вы уже сказали, что можно заявку подать, да, вот таким образом. А вообще, вот пошаговое действие можно озвучить, да, и через социальные сети какие-нибудь тоже, возможно ли? Да. Значит, если говорить предельно четко, вот буквально в стиле алгоритма, что можно сделать? Существует 4 площадки, через которые любой желающий, я подчеркиваю, и гражданин Российской Федерации, и проживающий за рубежом, интернет – вещь всемирная, может подать информацию о своем родственнике для размещения вот в ротацию, как мы говорим, ротация – это вот как раз парад, скажем так, да, передвигающийся, сменяющий друг друга портреты родственников. Какие это 4 площадки? Самые, наверное, на мой взгляд, простые – это войти в соответствующие мини-приложения социальных сетей «Одноклассники» и во ВКонтакте. Во ВКонтакте, когда у вас есть аккаунт, и вы открываете ее, вы сразу увидите, что вот уже сегодня, с 19 апреля, прямо на главной вашей странице есть ссылка на это мини-приложение, куда нужно кликнуть. Но в «Одноклассниках», соответственно, нужно выйти в приложение, и среди списка приложений, которые ОК предлагают пользователям найти приложение «Шествие бессмертный полк онлайн». Далее, да, какие еще две площадки? Значит, у Сбербанка есть своя площадка, она называется «Банк памяти». В интернете, в поисковиках, в любых, ее можно обнаружить. Там адрес этого сайта звучит так, латиницей Сбер, цифра 9, май, точка ру. Сбер 9, май, точка ру. И последняя площадка, через которую также можно разместить такую информацию, это сайт нашей организации, нашего движения «Бессмертный полк России», 2021, точка, латиницей полка ref, точка, ру. Откуда бы ни зашел пользователь, он попадает на стартовую картинку этой акции, и там находится одна большая кнопка «Клик», «Принять участие». После того, как на этот клик человек нажимает, соответственно, вываливается очень небольшая табличка. Во-первых, в этом году есть несколько отличий этого года от прошлого года шествия онлайн. Мы будем по ходу нашего рассказа рассказывать. Цель всех изменений – сделать пользование для простых людей более удобным, более понятным. Во-первых, ротация героев в этом году будут колоннами, колонны будут в рамках каждого региона. Поэтому первое, что будет предложено желающему разместить информацию, это выбрать регион своего проживания, регион, где он хотел бы, чтобы прошла ротация. Выбираем Ульяновская область. Дальше требуется ввести фамилию, имя, род и отчество героя и годы его жизни. Причем отдельно есть флажок, если он до сих пор жив. Это тоже немаловажно. Далее предлагается разместить фотографию героя, одного героя, без друзей, боевых товарищей. И рядом, как правило, размещается фотография того, кто размещает эту информацию. Если в прошлом году эту фотографию практически алгоритмичным, таким бесчеловеческим участием образом программы, например, в Одноклассниках, во ВКонтакте, забирала с аватара той социальной сети, которой пользуется человек, желающий разместить, то в этом году размещающий информацию может сам произвольно догрузить туда свою фотографию не с аватара, а такую, какую бы он хотел видеть. Вот в Ульяновской правде, посмотрите, на втором этаже есть несколько великолепных фотографий, в том числе одна посвящена шествию бессмертного полка. И прекрасное название этой фотографии, когда на фотографии изображена женщина, несущая портрет своего ветерана, да, и подпись «Одинаковые улыбки». И действительно, видно, что вот тот герой, который улыбается на фотографии, и женщина, которая несет его портрет, они действительно родственники, даже улыбаются одинаково. Прекрасная история, очень трогательная на самом деле эмоционально. Вот. Таким образом размещается эта фотография. Все. Это все. И можно после этого разместить. Вот после того, как пользователь нажимает кнопку «Разместить», куда девается вся эта информация? Вот эта информация вся, она уходит на премодерацию, которой занимаются волонтеры-модераторы. И о них чуть попозже Раиль Рамильевич расскажет отдельно. Задача волонтеров, с одной стороны, стала проще. Во-первых, и это важно отметить, чтобы наши люди, наши земляки об этом знали, принято было принципиальное решение. Вот в прошлом году более трех миллионов вот таких материалов о героях было уже размещено. Эта работа не была напрасной. Всем, кто размещал, в личные кабинеты придет пуш-уведомление. Если те, кто размещал, не хотят менять ничего в той информации, которую они размещали, ни координат, ни фамилии, имена, отчество, ни годов жизни, ни фотографий, то эти фотографии автоматически уйдут в ротацию. Повторять их не нужно. Это большой плюс. По всем остальным проводится определенная, ну скажем так, модерация. Что это такое? Многие слышите, представители СМИ точно слышали, что, к сожалению, в семье не без урода. И были люди, в прошлом году, к счастью для нас, минимальное количество людей, которые решили на святом немножко, вот я бы сказал, посвятататствовать. Когда пытались разместить под видом участников Великой Отечественной войны нацистских преступников или придумать там каких-то несуществующих, взятых там из последних блокбастеров героев. И, конечно, все они были пойманы за руку. В некоторых случаях ситуация оказалась гораздо серьезнее, чем представлялась шутникам. Были возбуждены четыре уголовных дела. И город Ульяновск прославился тем, что одно из четырех уголовных дел было возбуждено в отношении жителя города Ульяновска, который посчитал, что Адольф Гитлер – это как раз тот самый герой Великой Отечественной войны. Дела уже завершены, наказание назначено судами. Там действительно уголовные составы. Есть и меньшие огрешности, но с целью не допустить целого ряда нарушений. Ну, там есть неточности. У некоторых почему-то получалось, что год рождения позже, чем год гибели, смерти. У некоторых фотография женская, а подпись, фамилии, имя, отчество, мужские. То есть есть технические вещи, которые, ну, бывают, не все являются уверенными пользователями интернет-сетей. Все это требует предварительной проверки. В этом году, кстати, проверка будет двухуровневой. И первый уровень проверки делает машина, нейросеть. Есть определенные какие-то свои рубрикаторы, по которым эта нейросеть проверяет. После того, как нейросеть проверила, проверка дальнейшая поступает уже к людям. Не буду отбирать хлеб у Раиля Рамильевича, он расскажет об этом подробно. И вот после того, как эта проверка закончена, все, фотографии родственников, участников Великой Отечественной войны бережно передаются в ротацию. В этом году также к вам, уважаемые желающие разместить, придет уведомление, в котором четко будет сказано, где именно, на каких интернет-ресурсах. 9 мая во сколько, начиная с 15 часов и до скольки, вы можете увидеть вашего родственника. Это важно. Что еще нового и важного появилось? 1. Теперь можно всей семьей. Бывает так, что в России нет, конечно, семьи такой, где бы не памятен был свой герой, но очень много семей, в которых герой не один. И совершенствование нашей программы позволяет разместить в одном аккаунте от одного лица до 15 героев, и они в ротации пойдут рядом. Это тоже очень важно. Принципиально важным также является и то, что философия этой акции, на наш взгляд, такова, и она движется в правильном направлении. Не делятся люди на тех, кто с оружием в руках воевал с 1941 по 1945 годы, и на тех, кто ковал победу в тылу. На тех, кто в это время испытывал ужасы блокады, скажем, в Ленинграде, и на тех, кто провел несколько лет в застенках концлагерей. Поэтому мы можем сказать о том, что бессмертный полк сегодня расширился. И если у вас есть родственники, участники не только боевых действий, но и тех, кто в тылу ковал победу для Ульяновска, который в прошлом году удостоился высокого статуса города, трудовой доблести, это очень актуально. Если у вас есть родственники, которые были узниками фашистских концлагерей, блокадниками Ленинграда, и просто им не посчастливилось, скажем так, жить в это время, я имею в виду такую категорию, которая у нас в региональных федеральных законах называется «Дети войны», все они с полным и одинаковым правом могут считаться участниками онлайн, в данном случае онлайн-акции «Бессмертный полк России». Поэтому все эти материалы можно направлять, можно рассчитывать на то, что они все будут в ротации. Отсутствие фотографии родственника не является препятствием не включения в ротацию этого героя. То есть, если у вас нет фотографии, просто поле фотографии оставляется незаполненным. Но если вы знаете фамилию, имя, отчество, где-то там годы рождения, иногда воинское звание, вы все это указываете, и это тоже будет показано, вот, все это будет включено в единую нашу какую-то реку «Бессмертного полка». Вот это важно. Сроки. Для того, чтобы модераторы успели качественно завершить свою работу, а те, кто формирует колонны для ротации их 9 мая, успели качественно, без сбоев, приготовить эти материалы, мы убедительно просим. Можно направлять хоть до 9 мая, но очень желательно завершить направление этих материалов в срок до 7 мая включительно. Хотя бы там сутки оставьте, пожалуйста, организаторам акции для того, чтобы качественно и достойно представить наших родственников, участников тех страшных событий. Работа большая. Я вам скажу, что в прошлом году модераторы и другие помощники работали, не покладая рук. Наплыв был такой, что три недели, даже после 9 мая, ротация шла до 25 числа. С одной стороны, это хорошо. До 25 мая можно было видеть своих родственников. И это показывает, насколько востребована такая вот цифровая память. Потому что цифровой след сейчас действительно очень надежный. Мы оставляем навсегда, мы оставляем в памяти и своей, и наших детей, и потомков эту бесценную информацию. Потому что фотографии дряхлеют, исчезают, портятся, уничтожаются. Переведя это все в цифру, мы действительно сохраняем память о ветеранах. И когда видишь, насколько их много, насколько они разные, Но насколько мы им всем благодарны, наверное, в этом тоже есть какой-то один из глубоких, глубинных смыслов того мероприятия, которое организуется. Наверное, я пускаю многословно, но старался уж одним блоком ответить на часть вопросов. Ромель Ромилевич, в чем заключается роль волонтеров, модераторов в этой акции? Во-первых, я хотел бы разделить направление. У волонтеров есть первое направление просто модератор, а есть модератор-историк. Задача каждого из них, направления особенно у модератора, это смотреть то, что попадает на сайт, и чтобы не попадали какие-то уживые информации, либо, может быть, ошибочные, именно пользователя, или, а именно, связаны с ветераном. Они, соответственно, это все смотрят, проверяют данные. Если они сомневаются, они отправляют на доработку или отправляют на подробное изучение. А что заключается именно в подробном изучении? Дело в том, что уже когда данная информация направляется на дополнительное изучение, то модератор-историк дополнительно изучает все материалы, если это связано с историческими событиями, либо персонажами, и, прежде всего, личностями, для того, чтобы убедиться в достоверности, и не относятся ли эти личности к представителям Ньюнбергского процесса, или так называемым нацистским преступникам, для того, чтобы дальше уже дело передать представителям, правоохранительным органам, либо администраторам сайта. Также это все дорабатывается и смотрят. Также на наличие ошибок. То есть, в основном, задача модераторов каждого направления заключается в подробном изучении, и для того, чтобы могли дополнить информацию, ну и, конечно же, данные материалы попали на сайт. Также мы, конечно же, готовим наших модераторов с точки зрения исторического части. Также среди наших волонтеров есть студенты и учителя-историки. Спасибо. Ну, вот уже Дмитрий Викторович сказал, что были такие вбросы, да, фотографии. Вот как готовы ли волонтеры в этом году не допустить подобных провокаций? Да, конечно, наши волонтеры, особенно подготовленные модераторы-историки, они готовы, чтобы не допустить таких вот, получается, вбросов негативных и, соответственно, не допустить на сайт. И, соответственно, вовремя это предупредить, и чтобы на сайт такую информацию ложную не попалась. Модераторы проходят обучение, соответственно? Да, конечно. У нас уже на этой неделе проходила часть обучения, как раз подготовительная часть с модераторами-историками. Это у нас были представители Ульяновского государственного педагогического университета и историко-филологического факультета. С ними мы как раз проводили обучающий семинар, касаемо именно период героя, именно связанных с событиями Великой Отечественной войны, именно связана какая была униформа у солдат Советской и Красной армии. Ну и, конечно же, чем отличаются, прежде всего, солдаты именно Второй мировой войны, чтобы у них, соответственно, была картинка и материал, чтобы они могли сравнить, посмотреть, что это всё соответствует действительности, особенно исторической, и по наградам тоже. То есть у вас модераторами являются студенты? И не только, конечно. У нас являются и модераторы, и студенты, и представители, прежде всего, преподавательского состава, учителя и преподаватели университетов. Плюс к этому у нас поддержали целый ряд руководителей общественных объединений, которые считают себя патриотически настроены. У нас есть представители казачества, есть представители юной армии, есть представители Российского союза молодёжи, есть наш актив бессмертного полка. То есть у нас сейчас таких модераторов в Ульяновской области, есть, конечно, волонтёры Победы. У нас таких представителей сейчас активно работает. С 19 апреля начался приём этих заявок, открылись мини-приложения, 150 человек. Пока справляемся. Спасибо большое. Коллеги, есть вопросы? Да, у меня есть вопросы. Здравствуйте. Наверное, к вам, Дмитрий Викторович. Известно ли, сколько сейчас уже заявок пришло на участие в бессмертном полку? И какое количество, может быть, ожидаете? Формирование колонн по региону мы пока не видим. Это видят только те, кто внутри администрирует эти сайты. Вот по состоянию, скажем, на утро сегодняшнего дня в Одноклассниках у этого приложения подписчиков было уже 324 тысячи. Это вот прошла неделя. Поэтому темп очень неплохой. И нам хочется верить, что всё-таки вот с вашей помощью мы попросим людей. Вот теперь они знают, куда обращаться, знают, что их ждать. На каждом сайте, вот из любых четырёх входных площадок, о которых мы говорим, есть телефон горячей линии, куда гражданин может позвонить, если вдруг возникают какие-то вопросы. Есть адрес электронной почты. Эти адреса есть, они продублированы во всех четырёх ресурсах. То есть, гражданин при возникновении каких-либо вопросов, проблем не останется один на один со своими проблемами. Там это всё круглосуточно. Можно задавать вопросы, писать в любое время. Поэтому мы рассчитываем, что всё-таки, вот опять же, для нас ориентиром являются те цифры, которые были в оффлайн-шествии. Я думаю, что не меньшее количество ульяновцев примет участие в регистрации. И эта река будет наполняться и наполняться. Здесь как раз у нас главная проблема донести до людей, что, во-первых, вот как это можно сделать. И чтобы люди поняли, что всё это просто. Это делается в несколько кликов. Дальше начинается тяжёлая, может быть, непростая работа уже нас. Но для гражданина это всё очень легко и просто. И второе, попросить убедительно по возможности не откладывать эту работу на последние дни, перед 9 мая. Благо в этом году у большинства идут длинные выходные с 1 по 10. И у людей есть достаточно возможности. Сама процедура регистрации. В среднем все размещения, даже если не сильно торопиться, вбивать и проверять фамилию, имя, отчество, регион, даты жизни, приклеивать фотографии цифровые. То это занимает, ну не знаю, ну 10 минут, ну 15, не торопясь, если да. То есть это совсем незначительные временные потери какие-то. Это очень тоже важно. Поэтому будем ждать результатов. Мы их в любом случае узнаем, потому что когда колонна будет сформирована и будет ротироваться, начиная с 15 часов нашего местного времени, 9 числа, мы всё равно узнаем, какое количество ветеранов было в ней заявлено. Плюс мы ожидаем, опять же, увеличение таких участников именно за счёт расширения вот некого подхода, о чём я говорил выше, что это не только те, кто воевали, но и те, кто в тылу и в иных местах переживали и участвовали в этих трудных для страны годах. Вот, кстати, интересно, есть, постарались, чтобы это была полезная всё-таки история для участников. Конечно, мы понимаем, что 100%, практически 100% без привлечения фотографий, которые мы могли и сохранить с тех времён, это чёрно-белые фотографии. Качество их, ну, разное. Вот, кстати, на сайте sber9may.ru есть утилита, там, внутренняя возможность, ресурс провести, там, нейросеть поможет эту фотографию восстановить и сделать цветной. Ну, помните, как были цветными стали фильмы, там, в бой идут одни старики и другие фильмы. Поэтому тоже, то есть, та фотография, которую вы планируете там через sber9may разместить, через банк памяти, у них такая функция есть прямо на первой странице. Вот, ваша фотография будет отретуширована, не надо идти ни в какое фотоателье, платить никакие, там, сумасшедшие деньги. Это всё будет сделано бесплатно, и ваш ветеран, действительно, вот, это мы видим, как оживают эти фотографии прямо, то есть, нейросеть раскрашивает их, формы тех цветов, в околыше. Посмотрите, там есть образцы, вот, кого это заинтересует, это на самом деле потрясающе. Вот, и это лишний способ, как бы, воспользоваться, почему бы нет, оживить такую память. Спасибо большое, Дмитрий Викторович, Раимович. Ещё вопросы? Пожалуйста, пожалуйста, чем больше вопросов, тем понятнее нашим зрителям, слушателям, читателям. Маргарита Матюшинская, репортер 73. Вот такой формат Бессмертного полка, он только на время сложностей с пандемией, или всё-таки люди смогут на следующий год выйти на улицы, вот, как традиционно это было в прошлом году? Спасибо за вопрос. На пресс-конференции, которую по этому поводу давал сопредседатель нашего движения Елена Сунаева в агентстве ТАРТАС 16 апреля, было сказано о том, что мы сегодня всё-таки рассчитываем на то, что санитарная эпидемиологическая обстановка будет улучшаться, в том числе вследствие проводимой достаточно активной вакцинации населения. И пока осторожно, с учётом позиции Роспотребнадзора, предполагаем, что 24 июня, тоже памятная для нас дата, день Парада Победы в Москве, пока эта дата рассматривается как очередная возможная для проведения оффлайн-шествия. Поэтому понятно, что оффлайн-шествия никуда не денется, оно станет и уже стало неотъемлемой частью праздника, если там на параде присутствуют, ну, две, ну, три тысячи ульяновских человек, да, и понятно, что это тоже интересное, зрелищное. Но эта акция, это действительно народная, когда все выходят, и ни для кого нет никаких ограничений. Вот. Также хотелось бы сказать, что мы всегда очень открыты к любому общению на темы бессмертного полка. Для нас ведь это не только одно шествие в году. Можно говорить долго, просто это не тема сегодняшней пресс-конференции, о том, что у нас есть целый ряд огромных проектов. Мы проводим и конкурсы научных исследователей этих работ у школьников, и теперь студентов исторических факультетов, правнуки-победителей. У нас есть проект «Знаменосцы победы» очень интересный. Есть интересный исторический проект «Прошагай город». Просто они не такие нишевые, я бы сказал. Мы работаем с отдельными категориями, прежде всего, конечно, молодежи. Мы движемся в 21 веке, у нас есть интересная программа с VR и AR-реальностью, с очками и так далее, где каждый участник может стать частью Сталинградской битвы, Рейхстаг штурмовать. Это такие нишевые победы проекта. Но вот как раз «Бессмертный полк» — это святое, это многотысячная действительно история, и они крайне важны. Это то, что нас объединяет, и когда мы на улицах видим этих людей, мы чувствуем, что действительно у нас есть общая часть истории, которой мы по праву гордимся не просто в целом за страну, а за своих родственников и близких, которые в этой истории участие принимали. Я почему об этом такую ремарку сделал? Вот буквально в одном из электронных СМИ Ульяновска вчера прошла информация под таким примерным названием «В мэрии Ульяновска рассказали, как будет проходить «Бессмертный полк онлайн». Коллеги, еще раз подчеркну, вот без обид ко всем, акция народная, и точно не чиновникам из мэрии рассказывать, как она будет проходить. Приклеили прошлогодние, там, несоответствующие уже в некоторых случаях действительности какие-то презентационные материалы, призвали пользоваться журавликом, как, ну, такая эмблема, которую мы, ее, вот, что касается журавлика, мы не забыли этот символ. Подписано официальное соглашение вот о том, что вот «Бессмертный полк России», как общероссийское движение, мы объединили, влили в себя все инициативы, оставшись при этом таким народным, народным движением. И журавлик – это такой, скажем, эмоциональный хороший символ, от которого никто не отказывается. Но официальным, вот я еще раз подчеркну то, с чего начал, символом и эмблемой является вот та, которую вы сейчас увидите. То есть там много неточностей. Хочу быть правильно понятым, мы сотрудничаем и с органами государственной власти, и с органами местного самоуправления. Без них невозможно организовать мероприятия, там, с 40 тысяч участников. Это связано с решением огромного количества административных вопросов. Публичного массового мероприятия, безопасности, металлоискателя, изменение графика движения общественного транспорта, уборка мусора, создание иных комфортных условий. Но они нам в этом смысле хорошие, помощники. Все, как организуется и как проводится, решают люди. Мы лишь выражаем их мнение. Это вот действительно такая, я бы сказал, народная демократия, если так можно сказать. И мы стараемся работать только в одном формате. В формате, удобном для людей. Мы с помощью социологических опросов у людей, у ульяновцев выясняли, какой маршрут движения им удобнее. Был такой опрос. И то, что мы сейчас идем по маршруту, строимся на площади Ленина, далее по Спасской, Пластовой, выходим на Гончаровую, проходим вниз, это люди предложили. Время начала акции люди предложили. Не мы его придумываем и директивно называем. И многие другие аспекты, где кому как удобно, подсказывают нам люди. И мы этим очень дорожим. Спасибо большое. Есть еще вопросы? Все, да. Спасибо. Спасибо, да. Очень надеемся на то, что с вашей помощью наши земляки узнают эти моменты, интересно, и обязательно реализуют возможность участия. Спасибо. Спасибо. До свидания. Спасибо.